Всем здравствуйте, любители живой рыбы! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, как готовить живую рыбу, и речную, и морскую. Можно готовить вот по этому рецепту. И приготовив однажды рыбку по такому рецепту, вы будете готовить её вновь и вновь, уверяю вас. И сегодня я вам этот рецепт очень простой и быстрый, покажу, друзья. Я купила карпа килограмма на полтора, и нам его сразу здесь разделали, и сейчас остаётся только готовить. Для этого нужна сама рыба. Вот мы её уже посолили, почистили, порезали. И она здесь 20 минут у нас стояла, солилась. Чтобы рыба не разваливалась при жарке, надо выждать 20 минут соли. Теперь эта картошка у нас почищенная. Мы её порежем на кусочки, это после. Вот это у нас помидоры. Хватит нам вполне 2 штучки. И лук уже порезанный. Ну и вот мы начинаем. Уже стогрелась сковорода. Масло уже щёлкать, значит, она горячая. Можно кладь льду. Вот таким образом мы рыбку в муке оправим. И кладём в муке. Вот так вот. Всё помидоры. На сковороду обжариваем теперь по минуточке с каждой стороны. Вот минуточка прошла. Мы переворачиваем каждый кусочек. И обжариваем вторую сторону. Поджарили с другой стороны. Переворачиваем теперь на бочок. Обжариваем на боку. Надоливаем немножко масла. Много масла с рыбой на крючке. И уже перевернули последний раз, да? Да. Масло мы используем вот такое. Это солнышное. Это крючка масла. Так, вот рыба у нас обжарилась со всех сторон. Да? Угу. Рыба готова. Почти готова. Её осталось немножко потушить. Что мы сделаем позже. Сюда мы добавляем вот такую порезанную картошку. Крупно. Вот такими кружочками. Получилась картошка, обжаренная с двух сторон. Она не до конца ещё готова. Но мы её потушим, когда будем всё блюдо готовить. И мы снимаем её вот так. А сюда мы опять доливаем масло, потому что оно всё впиталось. Немного масла. И жарим лук. Сольки, сажаем. Одна лука. Вот такой лук получился. Вот видите, средняя обжарка. Чтобы он не сгорел. Вот такой вот. Тоже полуготовленный. И мы его перекладываем. Для того, чтобы обжарить помидоры. И сейчас у нас будут помидоры. Следующие. Ну и теперь кладём помидоры. Последняя обжарка. Тоже немножко их обжариваем. На сильном огне. Собираем. Ну вот. Поджарился у нас помидор. Томас наш. И мы его аккуратненько вот сюда перекладываем. Опять же, всё идёт частями. И всё идёт отдельно. Да. И теперь мы будем собирать наше блюдо. Вниз мы положим картофель. Вот такая вот у нас подушечка. Дальше мы кладём рыбку нашу. И кладываем. Дальше у нас пойдут помидорчики. Мы их тоже разложим сверху, вот так. Аккуратненько. На рыбку. Сверху, как вы поняете, будет ещё лучше. Вот такая красота. Ставим на медленный огонь подкрышку. И тушим 10-15 минут. Ну вот, прошло 15 минут. Мы смотрим наше блюдо. Можно попробовать картошку на наклонность. Да, видите, она мягкая, вся готова. Вот, блюдо наше готово. Теперь остался последний штрик. Мы посыпаем всё это укропом. Свеже отрезаем укропчиком. Так как это блюдо готовилось слоями, мы не будем его выкладывать никуда. Будем подавать прям вот так на сковородке. Вот такая у нас получилась рыба по-донскому. Очень вкусное блюдо. Тем, кто никогда не пробовал, очень рекомендую и советую приготовить и попробовать. Это очень вкусно, очень полезно. Просто пальчики оближешь. Это раскладывается порционно по тарелкам гостям. И вы можете отведать самое вкусное донское блюдо. Одно из самых вкусных. Ещё раз всем приятного аппетита, здоровья, бодрости, удачи и везения во всех делах. Вот у нас ещё есть такой вариант. Если мы откроем крышку, то там у нас будет другая рыбка. Форель по-донскому. Ой, вот посмотрите. Это также рыба по-донскому, только здесь уже форель, видите. Её можно также приготовить. Вкусно, полезно, аппетитно. Приятного аппетита всем! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»